Я думаю, все, кто в начале октября побывал на спектаклях театрального фестиваля «Новая драма», который прошел в рамках программы Киров «Культурная столица Поволжья», согласятся со мной, что это было едва ли не самое яркое событие в культурной жизни нашего города. И хотя прошло уже две недели, я уверена, что многие до сих пор находятся под впечатлением увиденного. И особенно всем запал в душу Евгений Кришковец. За несколько минут до начала спектакля «Как я съел собаку» нам удалось встретиться с ним. Мне показалось неожиданным, что человек, ставший лауреатом «Золотой маски», которому так стремительно пришел успех и всеобщее признание, от будущего по-прежнему ждет счастье. Почему? С ответа на этот вопрос и началась наша встреча, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Та ситуация, в которой я живу, она совсем не простая, но она отнюдь не счастливая и много работает. Но есть даже не то, что счастье, а есть большой дефицит радости. Ну вот той радости, которую можно получить от какого-то события. Например, какая-нибудь маленькая девочка, которая представляет себя невестой, она рисует платьице, представляет себя из-за навеса, что-нибудь там делает. И ей-то в этот момент, в общем, жених-то не особенно нужен. И свадьба-то, которая реально не нужна. Ей нужно вот это платье. И вот если в этот момент ей это платье дать, она будет рада и счастлива, а когда она реально будет идти, стоять в ЗАГСе или в церкви под венцом, когда перед этим было масса проблем всяческих, где это будет арендовать какую-то столовую для этой свадьбы, машины, все вот эти совершенно реальные вещи, связанные со свадьбой, и все это утомительно, и все это какие-то конкретные родственники, все это головная боль, и немножко подвыпивший жених, и в общем, все это там. В итоге никакой радости, когда она реально стояла в этом платье, и фотографии возле каких-то известных там памятников и мест, где в городе люди фотографируются. А вот тогда, когда ей было 10 лет, вот тогда бы дали ей это платье, вот тогда бы она была бы рада. Так что, как правило, не совпадает ситуация, к которой ты стремишься, и радость в связи с этим, когда ты даже этого достиг. А вам надо в каждый момент жизни получать какой-то кусочек радости? Ну, как желаемое, да. То есть это будет проблема всегда стоять? Да, у всех так, я полагаю. А театр? Театр вам вот, сколько вам радости? Что вам, больше радости или все-таки какие-то проблемы доставляет? Нет, ну, если бы это были какие-то постоянные проблемы, я бы не стал этим заниматься. А может быть, они сегодня забудут тебя разбудить? Потому что, если они забыли, значит, ты не виноват. Это же им нужно, чтобы ты туда в темноту ходил. Каждое утро. А знаешь, нет, не забыли. Идут тебя вылить. И ты успеваешь, пока они идут от кухни до твоей комнаты, то есть совсем маленькое расстояние, но ты успеваешь приготовить свое самое-самое жалкое лицо. Вот такое. Чтобы они увидели, что это вот впит ангел. Он впит крепко, его будить нельзя, потому что улетит. Они зашли, даже не взглянули на лицо, не посмотрели на сразу сожженные крылья, включили свет и ушли. И вот этот вот свет электрический из лампочки, желтый вот этот, он же даже сквозь веки проникает и мучает. Пролежал секунд десять, открыл глаза, и все сразу навалилось, все сразу. Обои. Шкаф полированный, в котором отражается эта лампочка. А тут шторы, которые ты не выбирал, которые тебе повесили. Они не полностью задернуты, и там видно, что за окном темно, потому что утро, потому что зима, и где-то там в темноте школа. А как вы пришли в театр? Случайно, как и все, хотя бог его знает. Я поступал на филфак в городе Кемерово. А куда еще можно было поступить? Человек, который не хотел быть инженером или каким-нибудь технологом, или врачом. Я хотел читать книги, я поступил на такой факультет, где можно было читать книги. Занимался пантомимой в студии, потом ушел служить, потом вернулся. И не было такого момента, когда я решил заниматься театром. То есть, в жизни этого момента не было. Как-то все так происходило, что вот так оно получилось. И мне так легче, на самом деле, ощущать это, что это получилось само собой. Мне так легче относиться к собственному прошлому. Ну, и так же легче, и так же само собой получилось, вот пьесы, что вы стали писать. Тоже само собой. Играть. Да, это цель, обстоятельства. Ну, уехал я из города Кемерово, в котором жил и работал, родился, в город Калининград. Остался один, без друзей, без, в общем, близких, знакомых, только с семьей, с женой и дочерью. Кто мне мог, какого артиста я мог пригласить, чтобы со мной работал? Я ему даже денег не мог заплатить. У меня был только один артист, я собственный. Вот он, вот. Я этого артиста пригласил, ему, по крайней мере, не нужно было платить. И вместе с ним и работал какое-то время. Потом мне стало одиноко. Я пригласил актрису, с которой сейчас работаю, спектакль «Планета». Кстати сказать, в Москве уже сложился целый репертуар от Евгения Гришковца. И попасть на его спектакли, будь то «Планета», «Дредноуты» или «Попо», большая проблема, впрочем, как и на те, что посчастливилось увидеть кировчанам монодрамы «Как я съел собаку» и «Одновременно». Объясняя секрет столь феноменальной популярности, критика единодушна в том, что Гришковец предложил такой театр, которого еще не было. «Словно заново научил театр говорить на человеческом языке, а главное о том, что в глубине души переживает каждый». И еще, цитирую, «Гришковец кажется, потому и не кончается, что он не знает, как делать театр». Я могу сказать так, что я действительно не знаю, как делается тот театр, который я видел и знал с детства. То есть такой театр, где есть труппа, где есть какие-то структуры. То есть классический, традиционный театр, да? Даже традиционно устроенный. В классическом ничего плохого нет, в традиции нет ничего плохого. А вот в таком замшелом, усталом зачастую, спившемся очень часто, в театре я действительно ничего не понимаю. Я не понимаю, зачем люди ходят туда на работу, я не понимаю, зачем туда ходят зрители. Я не понимаю, зачем туда водят детей из школы, когда вставляют ребенку в руку этот билет, с родителями берут деньги, чтобы они пошли посмотреть спектакль, который подходит под школьную программу. И это не такое безобидное дело, когда детям со школьной скамьи прививается не то, что даже не любовь, недоверие к театру. Они потом с большим трудом могут прийти в театр и с большим трудом смогут получить театральное впечатление от чего-то настоящего. А вот я прочитала, что вы создали театр «Ложа», да? Да, это было в 90-м году. Это был маленький студенческий коллектив. Студенческий театр? Да, это был студенческий театр. В Киммере? Студенческий театр, да. И ребят, из которых я пригласил, кто-то из команды КВН местный, кого-то еще, пригласил к сотрудничеству. И мы работали 7 лет. Вы писали сами для него, да? На самом деле, ни один текст не был написан. Были придуманы идеи, довольно точно продуманы композиции, концепции, и тему спектакля, и музыкальная партитура, и свет. Но пьеса, как текст, никогда не была зафиксирована. И мы ее проговаривали с актерами. Она была, в этом случае, актер чувствовал себя больше, чем актер. Он был носителем текста, единственным носителем и почти практически соавтором спектакля. Это такая джазовая импровизация? Нет, нет, я категорически против случая. Слово импровизации. Там была очень жесткая структура, как и в джазе, собственно. Но мне, например, я не очень люблю джаз, я скорее люблю более структурную музыку. И вот мы сейчас, ну как, ну вот сейчас я говорю, вы меня спрашивали, вы меня спрашивали в первый раз, я в первый раз это говорю. Это не импровизация. Я знаю, что, вы знали, о чем меня спросить, а я знаю, что ответить в этот момент. Но это не импровизация. В импровизации это суть некие зоны свободы в какой-то структуре. А у меня все структурировано. Все, я очень отчетливо знаю, что мне сказать. Я не хочу выучивать свой собственный текст, у меня с ним другие взаимоотношения. Зачем я буду выучивать свой собственный текст? У меня есть высказывания, которые я знаю. Это даже текст не тот, который мне известен. Это мой текст. Я могу с ним делать что угодно. Как это родилось у вас? Это из тех книг, которые вы прочитали? Из каких-то вот... Знаете, когда... Я литературовед по образованию, по крайней мере. Когда долго-долго с самого первого курса ты занимаешься анализом текста, собственно, чужого текста, литературного текста, текста классического или гиперклассического, как античная литература, ты начинаешь бояться создать свой собственный. Поэтому я очень долго не отдавал себе отчет в том, что... Или точнее, отдавал себе отчет в том, что я не имею права вот так вот взять и написать какой-то... И называться писателем там или драматургом. Я это сделал впервые три года назад. А что-то заставило? Или просто вот... Нет, ничто меня не заставило, было такое сильное желание обратиться к театру на понятном ему языке. А понятный язык для театра такой. Я пишу пьесу, предлагаю театру, театр ее берет и ставит с актерами. А для этого нужно написать пьесу. Нужно вступить в какой-то понятный и существующий диалог с театром. Вы пишете как бы все равно, имея в виду, что вы будете играть. Нет, нет. У меня же идут вполне нормальные три пьесы, где играют известные актеры. Сказали, вполне нормально. А то, что для тебя это ненормальный. Ненормальный, ненормальный, да. А все-таки этот ненормальный театр, это тот, который притягивает сегодня публику. Ну, получается так. Да, ну то, что такое нормальный. Тут надо понять, понимать, вводить нормальное понятие нормы. На самом деле, он вполне нормальный в том смысле, что на сцене нормальный человек, какого я себе считаю. И он ничего ненормального не делает. Очень часто в том нормальном театре, какого мы привыкли его назвать, нормальном, где там люстра гаснет, выходят актеры, и что-то начинает. Очень часто там происходит что-то очень ненормальное, которое совершенно никому не понятно, и люди либо засыпают, либо очень страдают во время этих спектаклей. То есть я хочу сказать, что я не знаю причины, по которой я все это рассказываю. Прежде чем причина есть. Она есть. Она очень остро ощущается где-то здесь. И она, в общем-то, своими краями мешает жить. Но если назвать эту причину, ну что значит назвать? Ну, проговорить. Сказать ее. Сказать. И она тут же раз и не причина. Если назвать 10 причин, они все вместе не причины, и каждая в отдельности тоже не причина. А почему вы меня слушаете? Я же тоже не понимаю. У вас свои какие-то причины? Так что я про причины больше всего ни слова. Ни слова про причины. Я хочу рассказать про человека, которого нет. Которого было, которого не стало. Но этого вреда никто не заметил. Только я. Но когда я говорю про этого человека, я говорю, это я сказал, или я сделал, или мне было плохо, или мне было стыдно. Я так же отчетливо понимаю, что это был не я, это был другой человек. И у него нет шанса снова появиться. И не дай бог. В смысле, мне пришлось, или довелось служить на Тихоокеанском флоте 3 года. Вот такой был человек. Я так же хорошо помню то время, когда этого человека еще не было. Я помню момент, когда я почувствовал этого человека в себе. Но до этого я помню отчетливо, как нас привели на вокзал моего родного города, посадили в поезд и повезли на восток. А по всем моим ощущениям, мой родной город и так находится на востоке. Я восточник самого родного города, но такого ни разу не был. А тут посадили в поезд и четверо суток на восток. Много вам было приглашений, уже вы побывали во многих странах. Да, я, в общем, побывал практически во всех таких театральных странах и не один раз, и продолжаю, это продолжает продолжаться. Театральные страны-то какие? Ну, это такие страны, как Германия, Франция, Польша, Англия, Бесспорно, это Италия. И мои пьесы переведены на эти языки и ставятся там... Это произошло буквально за последние... Да, это два с половиной года. Два-три года. Как вы переживаете вот такой грандиозный успех, признание? Вы что-нибудь об этом думаете или стараетесь вообще не вникать? Я об этом... Во-первых, если говорить, что, ой, знаете, да никакого успеха нет, или я на это не обращаю внимания, это было бы лукавство и нечестно. Это... Ну, это надо также понять, что это совсем не похоже, даже близко ничего общего не имеет с успехом тех людей, которые снимаются в кино или играют музыку на концертах. Это совершенно... Ну, вот публика, вот те люди, которые сейчас смотрят передачу, если они задержались на ней, если не переключили, и вот видят сейчас, думают, ой, это такой вообще. Правда, они могли меня видеть в кино, в фильме о Зазелье сыграл убийцу. Вот. Вот был без очков и не такой. Но неважно. Ну, там не та роль, о которой можно говорить, чтобы узнавали. А если бы узнавали, то спрашивали бы... Как вы переживаете? Переживаю я на это нормально. Как естественный вот такой момент. В чем... Как она проявляется, этот успех? Он проявляется в том, что нужно больше работать, то есть есть больше приглашений и востребованности. Есть больше возможностей для того, чтобы, так сказать, сделать следующий спектакль так, а не иначе. То есть, скажем, просто на этом можно найти средства, и есть возможность ставить и показывать этот спектакль, там, где я хочу. Или там, так скажем, ну, появляются возможности. Обратная сторона этого. Это... Ровно вот сколько появилось возможностей и востребованностей, настолько же меньше стало свободного времени. А свободное время, это для вас тоже дорогая категория такая? Да, конечно. Причем чаще всего свободное время определяется его наличие не тем, что я хочу побольше сыграть спектакль, чтобы заработать денег. А часто просто невозможно отказаться. Или так планируется. Или я чувствую, что это важное очень дело, обстоятельство такое важное для меня, сущностное. Там поездка на какую-то конференцию или поездка на какой-то фестиваль, где будет представлена моя пьеса в исполнении польских актеров. И так далее. Это какие-то важные для меня моменты. И получается, что свободного времени не остается. Что такое свободное время? То время, когда я могу пробыть с семьей или то время, которое я могу поработать, в смысле, пописать. Для этого мне нужны идеальные условия. Идеальные условия, не комфортные. Они должны быть идеальными. Я работаю за таким круглым столом на довольно жестком стуле. Это не очень комфортные условия, но они идеальны, потому что это у меня дома и так, как я хочу. При этом, даже вот я приезжаю домой на неделю после, допустим, полутора месяцев отсутствия. Это же не значит, что я сел сразу. У меня есть много-много всяких обязанностей. И не просто обязанностей, а вот таких много-много желаний всяких. Побольше побыть с дочерью, почитать ей вечером Гарри Поттера на ночь, еще сходить в кино, сходить в ресторан, с кем-то повстречаться, съездить на море, потому что в Калининграде есть море. И это такие моменты, ведь желаниями же сложно бороться, практически невозможно. Иногда хочется просто взять, пойти и напиться пивом, так нормально. И вот и получается, что свободное время, это тоже было свободное время. Я говорю, свободное время, то, которое, где я свободен от желаний, где я свободен от работы. И это то идеальное состояние, в котором можно писать, работать. Я напомню, что Евгений Гришковец стал лауреатом национальной премии «Золотая маска» в номинации «Новация». И, соответственно, одной из главных фигур Всероссийского фестиваля современной пьесы «Новая драма». О нем написано столько статей в последнее время, сколько не написано, пожалуй, ни об одном драматурге, режиссере или актере. И я позволю себе еще одну цитату. Успех Гришковца легко объясним усталостью зрителя от перенасыщенных культурных текстов, от бесконечных трактовок классики. Трудно наверняка сказать, что нравится публике больше – простота и искренность самого рассказа или искренность и детская открытость рассказчика, который неведомо как рассказывает о себе, но и о всех тех, кто сидит на этом спектакле и хлопает себя по коленям. Ну, точно. Это ведь точно так и было. «Новая драма» – это такая драма, которая говорит о сегодняшнем дне и пытается говорить современным языком, что очень сложно. и пытается вывести на сцену героя сегодняшнего дня. Ну, сегодняшнего героя. Кто он такой? Потому что герой сериалов, понятно, кто такой. А кто герой театра? Кто в театре? И как он говорит? И что он делает? Вот вопрос. Потому что, может, драматург вполне вот сейчас писать пьесу из истории «Рогонавтов» или про историю Петра Первого. Это не будет, хотя это написано сегодня, это не будет новой драмы, драма в полном, в полном и чистом виде. Но в полном и чистом виде новая драма – это вот ваше творчество. Нет? Пожалуйста, можно так. Там, ну, вполне, я полагаю, что так. Это, но она новая, новая. Она о сегодняшнем или о сегодняшнем. Кто такой герой этой пьесы? Это, в общем-то, практически, ну, почти я. То есть, человек очень похожий на меня и внешне, и по мнению своим. И, да, вот. Да, и потом, важный признак новой драмы, если вы видите на сцене тех людей, которых вы, которых вы узнаете, тех людей, которых вы видите на улице, которых вы знаете, и которые, в общем, не то чтобы похожи на вас, но с которыми вы можете соотносить самих себя, то это новая драма. А если там какие-то люди, про которых вы мало чего знаете, какая-нибудь такая социальная группа каких-то людей, про которых вы читаете в новостях, в газетах, ну, полагаете, вот как оказывается живут наркоманы, или вот оказывается как живут гомосексуалисты, но при этом это не про вас, то это не новая драма, это какая-то социальная драма, это какая-то что угодно, но не новая драма. То есть новая, это должно быть обязательно сопричастность твоя собственная к тому, что вы... Я полагаю, да. Потому что мне может быть 20 лет или мне может быть 50 лет, но я живу, мы живу, я живу в этом времени, я современный человек все равно, или я стараюсь быть таковым. Если я живу, остро ощущаю время. И вот что я обнаружил, что оказывается из моего родного города можно четверо суток ехать на восток, трое с половиной суток ехать на запад, довольно долго на север и очень долго на юг. И будет все время один и тот же пейзаж за окном. Деревья. В основном березы. Такие бело-черные деревья и осины, про которые я вообще ничего сказать не могу. Вот они так как-то не очень толстые и не очень тонкие. И нет такого места, чтобы они как-то очень плотно, густо вот так росли. Или было бы такое место, их вообще не было. Вот так едешь, на восток они вот так мелькают, а на запад вот так. То есть, в смысле, пейзаж за окном такой. Такой пейзаж за окном, глядя на который, русский человек просто обязан сказать так. Вот так сейчас. Какая красота! А там вот. Это выглядит так. Как это выглядит? Какой ситуации такое может сказать человек? Поезд идет вторые сутки на запад или на восток, неважно. Купейный вагон, дверь открывается, вот так открывается, выходит человек, заспанный его так, прищурился. У него тут полотенчико здесь, тут зубная щетка с надавленной уже пастой. Вышел, отдернул шторку, а там начнут. А другой стоит у Титана и цедит воду. Из Титана, так как. Тут ложечку, вот так вот. Он нацедил и пошел обратно. А тот, ой, интересно, а где мы едем, а? А тот, пройдет мимо, вот так. Так ложка, да-да-да-да-да. А кто бы знал бы? Мне очень интересно про этот психотерапевтический эффект, о котором пишут о ваших спектаклях, что вот он производит такое воздействие на людей. Как вы к этому относитесь? Так ли это? Ну, с удивлением, но в то же время я понимаю природу этого. Есть очень немногочисленная часть публики, которую я не люблю, но с ней приходится встречаться. Но это очень редкие люди, которые обижаются на то, что они слышат на спектакле. И так очень мало, но бывает. Это те люди, которые вдруг, узнав о том, что есть еще много-много людей, которые также сидят в зале, и тут, включая того человека, который находится на сцене, они пережили практически то же самое, что и он. Вот они расстраиваются, обнаружив, что их история, их жизнь не является чем-то крайне уникальным, а является универсальным. Так вот, другие люди, которых много, которые на это не обижаются, наоборот, радуются тому, что вдруг они обнаруживают, сколько одинок, одиноки бы они не были в своей жизненной ситуации, они вдруг обнаруживают, что они не одиноки, и что они живут точно так же, или почти точно так же, как и все остальные, те, которые смеются и аплодируют во время спектакля. И это радость, и в этом есть терапевтический момент. Терапия вообще, например, в мате есть много терапевтических моментов. Например, выругался матом и легче стало. Правильно? Ну, как бы так. Даже вот про себя. Кто-то там, вот сейчас я себе шел, видел, как очень грубый человек на дорогой машине так грубо подрезал троллейбус, что у того сорвались рога, и он так вот, бедная женщина, пошла поправлять их. А он еще остановился и ее обругал. А эта женщина, видимо, про себя сказала, и пошла поправлять рога. А нас сопровождали в этом поясе, нас сопровождали на службу два матроса. И это были первые два матроса, которых я видел в жизни. Нет, в смысле, я до этого видел матросов в кино, на памятниках. А у нас в городе матросов не было, у нас не было моря, у нас была речка. А матросы на памятниках в кино были какие? Они были большие, у них были усы вот такие, у них были вот так пулеметные ленты, и в них чувствовалась основа государства. А вот те, которые нас сопровождали, они были настоящие. И они оба были небольшого роста, где-то вот такие. И у одного действительно были усы, но такие усы, что можно легко было пересчитать, сколько у него усов. То есть в течение минуты с точностью этого волоска. И он иногда делает так, а, на месте, хорошо. Видимо, это у него были первые в жизни усы. Зачем вообще человеку театр ходить? Одно дело, с одной стороны вы, да, с этой стороны театра, а мы с другой. У меня своя причина ходить в театр, по которой, вот с этого начинается мой спектакль, как я сел с собой, но я не знаю причины, по которой я все это говорю, потому что это, сказать, я эту причину ощущаю, но если ее назвать, она тут же и становится не причиной. Это я просто цитирую текст спектакля. А вот, а если даже назвать десять причин, то они все вместе не причины, каждая в отдельности не причины. А почему публика ходит в театр? Я тем более не могу разобраться. Если я в своих причинах разобраться не могу, то как я могу говорить о чужих причинах? Причины веские, я думаю. Веские причины. Если, конечно, это не причина, если вам учительница всунула, всучила билет, чтобы ты пошел посмотрел что-нибудь из программы Чехова или Гоголя, идущего в областном драмтеатре. Вот это не причина. С этим надо бороться. Дети, когда вас вот так вот тащат за руку, отказывайтесь и, кстати, и понимаете, что вы правы, никакого насилия не должно быть. Когда наказывают искусством, это тяжелое наказание. Самые тяжелые травмы от этого. Евгений Гришковец спешил на спектакль, и о его творческих планах нам удалось узнать только то, что в следующем сезоне он собирается поменьше играть, чтобы сесть за большую работу, похожую на роман. Но эта история еще не началась. А вот что касается его пьес, то они уже опубликованы, и их можно прочитать в сборнике «Город» или вот в такой серии «Новая пьеса». Кстати сказать, издатели этой серии определяют новую пьесу как то, что случится с театром завтра. Ну, а уверенность в том, что это с театром случится завтра, вселяет театр Евгения Гришковца, который оказался нужен зрителям уже сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ